Приветствую! Поговорим о том, какой будет мобилизация и какими будут правила выезда с 1 октября 2023 года. Сразу хочу предупредить, что данное видео мне не нравится. Мне не нравится по одной простой причине, что часть его будет построена исключительно на моих предположениях, но снимаю я это видео по одной простой причине. На этой неделе с вопросом, который вынесен в заголовок этого видео, мне позвонили и написали огромное количество человек. И я понимаю, что вас это всех беспокоит и поэтому делаю такой ролик. Итак, каким будет выезд из Украины с 1 октября? На сегодняшний день хочу, наверное, несколько успокоить. Успокоить в том плане, что мы все боялись изменений по выезду в контексте указа президента 576. Вы помните, там было сказано, что в двухнедельный срок нужно рассмотреть вопрос о изменении правил выезда людей, которые непригодны к воинской службе и которые ограниченно пригодны. Две недели уже прошло, никаких изменений государство не предложило и, как мы знаем, соответственно, нет никакой постановы Кабмина по этому поводу. Естественно, у них есть еще завтрашний день, есть пятница, но будем смотреть. Если постанова появится, естественно, расскажу вам об этом оперативно. Но даже если она появится в пятницу, как мы с вами знаем по предыдущему опыту, обычно запускаются в работу эти правила, новые правила через 3-4 дня. То есть те, кто купил билеты там на ближайшие 3-4 дня, я уверен, смогут выехать. Больше, кроме как в 576 указе президента, нигде не говорилось о том, чтобы изменить правила выезда. И, соответственно, у меня есть надежда, что менять их сейчас не будут. Конечно же, кто-то скажет, а вот же изменили абзац 11 закона Украины про мобилизацию. В той части, которая касается, что нужно подтверждать наличие родственников. И, мол, а не будет ли синхронизации этого абзаца с правилами выезда из Украины. Я думаю, что нет, поскольку если бы государство хотело это сделать, они бы это сделали оперативно и закрыли уже возможность выезда без получения отсрочки. Но поскольку государство этого не сделало, мне кажется, что вот эта правка без угла, это была именно правка без угла. Это не был замысел государства. Потому что оно не синхронизировало правила пересечения госграницы с этой правкой. Не синхронизировало 26-ю статью закона про ВО и ВС. А я напомню, на сегодняшний день, если кто-то из вас был мобилизирован, и при этом вы считаете, что у вас есть право на отсрочку по 11 абзацу, то у вас есть выход из этой ситуации. Вы можете просто написать рапорт об увольнении с воинской службы. И вас по 26-й статье закона Украины ОВО и ВС должны уволить. И вот именно в связи с тем, что нет вот такой последовательности действий у государства, мне и кажется, что данная правка, она не принадлежит государству. То есть не было там какого-то замысла глобального. А это вот правка реально конкретного автора. Подводя итоги по выезду. У нас есть надежда, и вот здесь почему я говорю, что видео не нравится, что предположение, что предполагаем, что никаких изменений с 1 октября все-таки не будет. Но как будет на самом деле, никто из нас этого не знает. Ну там Пан Зеленский, не знаю, кто там еще знают, наверное, но мы этого не знаем, никакой информации не имеем. Теперь, что касается мобилизации. В контексте мобилизации, конечно же, больше всех интересует вопрос законопроектов 96.72, 96.72.2, 96.72.3. В каком статусе они сейчас находятся? На какой стадии рассмотрения? Ну вот здесь хочу успокоить. Первое, ни один из них еще не поставлен в план рассмотрения Верховной Рады. То есть они находятся в комитетах сейчас, и комитеты дают оценку. При этом только один из них, 96.72, получил заключение комитета. И мы об этом уже говорили. Там Евроинтеграционный комитет сказал, что данный закон имеет признаки противоречия законодательству Европейского Союза, праву Европейского Союза в контексте дискриминации. И поэтому его вообще нельзя принимать. По остальным законопроектам вообще полная тишина. Вот, ну, просто ничего больше нет. Напомню, что 96.72 это по студентам. Что касается других законопроектов. На сегодняшний день никаких актуальных законопроектов, которые рассматривала бы Верховная Рада в контексте мобилизации, просто нет. Вот их на сегодняшний день нет. Отсюда какой вывод мы делаем? Что мы продолжаем надеяться, что не будет никаких ухудшений для тех людей, которые имеют право на отсрочку. Ни у кого отсрочку не будут забирать. Но при этом, конечно же, нельзя сказать, что это не значит, что мобилизация не усилится. Мобилизация может усилиться и усилиться в каком плане? Ну, будут просто раздавать больше повесток, да. И все. И этого достаточно для того, чтобы мобилизация усилилась. Не нужно там забирать у кого-то отсрочку, да. Просто нужно раздавать больше повесток, рассылать больше распоряжений на предприятия, органы местного самоуправления и так далее. Чем, собственно говоря, ТЦК и ИСП занимаются. И мы видим, что к нам, наверное, все время вот есть такая тенденция к увеличению обращений людей, которые являются там директором предприятия, ФОПами и так далее. Потому что ТЦК и ИСП в установленный постановой 1487 способ обращается к предприятиям, передает им распоряжение с целью вызвать работников этих предприятий. И хочу обратить ваше внимание, что вот эти действия, они действительно соответствуют закону. И если работник, ознакомившись с таким наказом, о том, что его вызывают в ТЦК и ИСП, не явится, то имейте в виду, что такая ваша неявка – это 100% штраф в 5100 гривен. При этом обжаловать этот штраф будет практически невозможно, потому что в этой части ТЦК и ИСП соблюдают процедуру, соблюдают действующее законодательство и оспаривать там просто нечего. И второй момент. В этой ситуации к вам полиция может прийти на работу и использовать свое право на привод вас в ТЦК и ИСП для составления материалов о административном правонарушении. Что касается реестра военнообязанных. Да, мы предполагаем, что в ближайшее время он может заработать, но при этом тот законопроект, о котором мы говорили в недавнее время, который как раз предполагает изменения в некоторые законы касательно синхронизации работы реестров, он пока является законопроектом, пока его так и не приняли. Ну что сказать, на этом, наверное, все. Буду и дальше следить за новостями из этой сферы, поэтому если хотите быть в курсе новостей по поводу мобилизации в Украине и выезда мужчин из Украины, подписывайтесь на мой канал и всегда будете в курсе актуальных новостей. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, там информации больше, появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я отвечаю там на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну и в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.